Всем привет! Добро пожаловать на мой канал о жизни в Северной Италии. И сегодня у меня распаковочка, как вы уже увидели, Пандоры. Сегодня я была в магазине, так что будет и распаковка Пандоры. А также мы прогуляемся по средневековому маленькому городку в провинции Венеции. Посмотрим витрины магазинов, что еще осталось с зимних сезонных распродаж, обувь. Посмотрим, какие есть еще аксессуары и цены, какие скидки. Этот город очень напоминает Венецию с его венецианскими палаццио. Очень красивый и уютный, конечно же. И покажу вам цветущую природу Италии в марте. Покажу вам живность города. Посмотрите, какая прелесть. Я увидела малыша нутрии, который здесь обитает в канале рядом с парковкой. И вот решила снять и показать вам это чудо. А также в этом видео покажу вам, какие украшения ювелирные в моде в Италии по вашим просьбам. Цену на золото. Обзор люксовых брендов ювелирного мира, таких как Помеллато и Дамьяни. Сапфиры, топазы, бриллианты, изумруды, аквамарин. Одним словом, эксклюзивные итальянские ювелирные украшения, которые носят как королевские знаменитые семьи аристократов, так и обычные люди. А также, конечно, серебряные украшения, такие как, например, Пандора. И зайдем посмотреть украшения и текстиль для дома, для интерьера дома, для Пасхи. Покажу вам также свою террасу и свои цветущие фруктовые деревья, а также, как мы отметили, 8 марта с обзором ресторана. Я всегда люблю рассматривать интерьер в ресторанах, потому что беру идеи для украшения дома себе. И, конечно же, покажу вам в конце видео распаковку украшений Пандора, а также товара для дома. Приятного просмотра! Итак, хочу вам показать цветущую мимозу. Посмотрите, как она в Италии богато цветет. Я вам показывала уже в одном из прошлых видео. Вам очень понравилось. И поэтому я решила показать еще раз эту красоту. Значит, я тоже покупала себе мимозу два раза. Она у меня не выжила. Вот в прошлом году купила третий раз. И пока что деревце живое. Пока что мимоза у меня еще в вазе. Ей нравится быть на солнце и не любит ветер. То есть не любит находиться в открытом пространстве, стоять на ветру. Поэтому обычно мимозу сажают, так скажем, чтобы была изгородь из других растений или стены здания. И, конечно, чтобы всегда было солнце. Самое сложное, это первые годы после посадки дерева. Поэтому нужно всегда смотреть, чтобы она не была на ветру. А зимой нужно класть примерно 5-10 сантиметров сухих листьев на почву, которые должны были предохранять корни от холода. И посмотрите, какая прелесть, что я здесь увидела. И, конечно же, не могла вам не снять это чудо. Я припарковалась прямо напротив этого канала, вышла из машины и смотрю, что-то двигается. Посмотрите, какая прелесть. Это Нутрия. А точнее, малыш Нутрия. Посмотрите, как ему тут хорошо. Он тут резвится и что-то себе находит. Посмотрите. Ну, вообще, Нутрия ей нравятся такие водоемы с слабой проточной водой или стоячей водой. Поэтому ему здесь просто прекрасно живется. Посмотрите, какой хорошенький. Я, конечно, обожаю животных. И утка тут такая интересная. Ну, вот такой вот мир животных из-за исторического города Северной Италии. Я сама даже не думала, что Нутрия может жить в самом центре старого города. Ну, однако, может, раз я ее здесь увидела. Да, очень интересно, конечно. Так что у меня здесь также и мир животных будет небольшой отрывок. В моем сегодняшнем видео решила вставить. У меня еще такое настроение сегодня не очень хорошее, ностальгическое. Я здесь по делам в этом городе. И поэтому припарковалась вот тут. И такую красоту увидела. И у меня сразу поднялось настроение. Вообще, я заметила, что на природе я всегда заряжаюсь. И советую и вам, когда плохо, идите гулять на природу. Ну, вот. А сейчас мы посмотрим этот город. Я вам хочу показать витрины. И, в общем-то, я сюда приехала, потому что хочу себе что-то купить для украшения дома, для Пасхи. Поэтому, раз я уже была по делам, то решила посмотреть, что продается в магазинах этого городка. Ну, сейчас мы проходим рядом с баром. Вы знаете, итальянцы, половина итальянцев, если не большая часть итальянцев, завтракает вне дома, потому что классический итальянский завтрак, это, конечно, капучино с бриошем. И посмотрите, маленькие собачки. Значит, в Италии проживает 61 миллион населения и 13 миллионов 863 тысячи собак, то есть с микрочипами. То есть на каждого четвертого жителя Италии есть одна собачка. Та, которая с микрочипом. Ну, и, конечно, их намного больше. И поэтому, думаю, что на каждого второго, третьего жителя Италии есть одна собачка. Ну, да, вот итальянцы, пока вы смотрите витрины сезонных распродаж обуви, посмотрите, скидки всего лишь 23%, несмотря на то, что мы уже в конце сезона, я хотела сказать, что в Италии низкая очень рождаемость на 61 миллион населения, всего лишь 10 миллионов несовершеннолетних. Да, всего лишь 17%. Предпочитают заводить собачек. Ну, а здесь вы видите витрину итальянской обуви. И, как видите, цены все, в общем-то, около 100 евро плюс-минус даже в конце сезонных распродаж. Первое место в рейтинге по производству обуви в мире занимает Китай. Ну, а Италия занимает первое место в рейтинге по производству качественной обуви. И цены здесь все около 100 евро. Видите, даже здесь 170 евро стоили 295. Ну, цена обуви высокая из-за качества материалов и квалифицированной рабочей силы, потому что спрос на итальянскую обувь высок, а предложение ограничено. Поэтому повышенный спрос и низкое предложение привели к высокой цене на обувь итальянскую. Италия остается лучшей в мире, имея международное признание в течение многих лет. Ее ценят за безукоризненное качество, узнаваемый стиль, смелый, креативный и молодежный дизайн. Самая прочная, конечно, в мире обувь, это итальянская, поскольку она изготовлена из тщательно подобранных высококачественных материалов. Отвечает самым высоким стандартам и качествам. От роскошной кожи до роскошных тканей. Посмотрите, сеньоры элегантного возраста гуляют, сейчас 12 часов дня, скоро уже обед. И посмотрите, я вам сейчас хочу показать витрины ювелирных магазинов. Это золото 750-й прово, 18-ти каратное. Я в Италию приехала 27 лет назад, в 1996 году. И в те годы в Италии было только 18-ти каратное золото, 750-й прово. Ну а здесь вы видите витрины с большими цветными кристаллами. Это серебро, посмотрите, сейчас очень в моде. Серьги, браслеты, подвески с кристаллами и инкрустированные камнями, полудрагоценными кольца, с крупными камнями, коктейльные варианты. Драгоценные и полудрагоценные камни, можно и с синтетическим камнем. Главное, это, конечно, эффект, который они производят, потому как это сейчас очень в тренде. А также жесткие браслеты, тоже в моде. И посмотрите вот на эти серьги, которые напоминают изображение формы святого сердца Христа. В Италии с древности люди, получившие благодать, то есть чудо исполнения, просьбы в молитве от святого, которому они молились, приносят как знак благодарности серебряное из чистого серебра или посеребренное сердце святого Христа в подарок, который потом кладут рядом с иконой или статуей святого, которому они, в общем-то, и молились. Так вот сейчас эта форма святого сердца Христа очень в моде. И делают серьги, кулоны с цветной эмалью иногда, иногда без. То есть это вообще сейчас очень в моде. Ну, а конкретно эти украшения это ручная работа и это серебро. Так вот, я вам упомянула о том, что 27 лет назад, когда я приехала в Италию, здесь в юлирных магазинах продавалось золото только 18-ти каратное, 750-е провы. В то время еще были итальянские лиры, как деньги. И, в общем-то, золото, конечно, стоило намного дешевле, даже дешевле, ничем сегодня стоит серебро. Поэтому итальянки все покупали массивное крупное золото желтого цвета, желтое золото 750-е провы. И вот сейчас оно снова возвращается в моду. Это все было в конце 90-х, и уже в начале 2000-х годов в моду стало входить белое золото и изящные ювелирные изделия из белого золота с бриллиантами, серьги с небольшими пунто-луче, бриллиантиком, или такие цепочки, тоненькие, совсем тоненькие, почти не видны на коже, с бриллиантами, маленькими пунто-луче, тонкими лаконичными браслетиками, что считалось финно, элегантно, то есть минималистические украшения, и вот сейчас в последнее время снова я вижу, что возвращаются крупные изделия именно из желтого золота 750-е провы, то есть 18-ти каратного. И в этом году, как я уже сказала, в моде жемчуг и крупные украшения с большими цветными полудрагоценными и драгоценными камнями. Многослойные ювелирные комбинации уже в тренде не первый год, цепи все еще в тренде. В ювелирной моде. Очень в моде крупные звенья, типа скрепка. Ну, а здесь вы видите Пандору. Пандора в моде в Италии все время. С самого начала, как она только появилась, и до сих пор, Пандора прямо в тренде. И итальянки вообще предпочитают покупать украшения Пандоры, нежели, например, золото. Ее носят девочки и в возрасте от 10 лет, кто-то даже и еще раньше уже имеют украшения Пандоры, до женщин элегантного возраста. То есть она просто в моде постоянно. У нас в магазинах всегда есть очереди, особенно когда сезонные распродажи или какие-то праздники. В Пандоре даже стоит такой аппарат, где выдаются номерки, чтобы не было столпотворения. Да, вот представьте, что в Италии она настолько популярна еще до сих пор. Здесь вы видите витрину украшений из серебра. И, конечно, это синтетические разные камни, также цирконий цветной. Значит, еще у нас в моде также чокеры, многоярусные массивные колье, длинные колье и колье разной длины, комбинированные между собой. Здесь вы видите серебро позолоченное с полудрагоценными камнями. Это тоже серебро позолоченное. Значит, это называется розари, то есть в Италии вместо цепочки с крестиком часто одевают вот такие бусы с крестиком вместо, ну вот как православные носят цепочку с крестиком, потому что это розари Святой Богородицы. Его читают. Каждая бусина это одна молитва. Ну вот еще раз здесь немножко вам показываю Пандору, потому что в конце этого видео будет распаковка именно что я купила на сезонных распродажах в Пандоре. И этот браслет мне очень понравился. Посмотрите, здесь тоже с полудрагоценных камней. Малахит и бирюза. Это белое золото, крестики. Это не бриллианты, это цирконий. Ну и вот они стоят где-то от 220 евро до 380 евро. Такая цепочка с крестиком. Очень интересный вот этот стенд мне понравился. Это очень дорогие украшения. Это золото и это драгоценные камни. Каждое это изделие стоит больше тысячи евро. Но, конечно, они очень отличаются от других ювелирных украшений. Не спросила, не посмотрела, как называется этот бренд, но он мне очень понравился. Особенно вот эти серьги с аквамарином и вот эти вот красивые кольца. Все эти четыре кольца мне очень нравятся. Также вот, например, 1800, мне кажется, кольцо стоило без камня. Представьте тогда с камнем. Но они стоят меньше 2000, но больше 1000. Очень красивые кольца. Ну, это уже классические украшения из синего сапфира. Мы видим классику, которую можно встретить везде. И это аквамарин. Я просто обожаю аквамарин. У меня есть украшения. И вот такие кулончики квадратные и кольцо и серьги. Да, я очень люблю аквамарин. Ну, а здесь мы видим очень красивые браслеты золотые из 750 прого, 18-каратное золото, белое и желтое. Вы можете посмотреть ценник. Видите 850 451 693 евро стоят такие браслеты. В зависимости, конечно, от того, сколько грамм они весят. Мне очень нравится вот это ролло за 750 за 1250. Это плетение называется у нас в Италии ролло. И вот сейчас очень в моде такие длинные звенья, как скрепка, наверное, называется. Тут я зашла посмотреть серьги своей дочери, которая проколола уши совсем недавно, наверное, месяца два назад или, может быть, уже три месяца прошло. И это крестики мужские. Посмотрите, цены 190, 340, 490 и так далее. Опять браслеты из 750 прого золота, 18-каратный в трех цветах белое, красное и желтое. А здесь мы подошли к витрине Дамьяни. Дамьяни это бренд люксовых украшений ювелирных, который, в общем-то, передается из поколения в поколение. Основатель компании Энрико Дамьяни в 1924 году основал ювелирный бренд в городе Валенца. И он быстро стал мастером золотых дел, к которому стали обращаться с заказами известной династии той эпохи. Дамьяни единственная компания в мире, которая целых 18 раз получила международную премию Diamond International Awards Оскар ювелирного мира. Кроме этих наград компания является обладателем многих других трофеев в ювелирном мире. Все изделия ручной работы и все камни натуральные высокого качества. В ювелирных украшениях Дамьяни используется колумбийский изумруд, синие цейлонские сапфиры, берманские рубины и японский жемчуг. Ювелирные изделия этого люксового бренда действительно самая настоящая гарантия качества, которое со временем только увеличивается в ценности. Здесь вы видите белое золото, изумруд, конечно, бриллианты. Золото всегда 18-каратное 750-й провы. Это говорит о том, что в этом золоте 75% чистого золота и 25% примесей металлов, таких как серебра 12,5% и меди 12,5%. Белое золото 18-каратное 750-й провы состоит из 75% золота, 25% платина, палладия и никеля и цвет белого золота приобретается путем гальванизации. Также, конечно, в ювелирных магазинах Италии можно найти 585-й пробы золота, то есть 14-каратное. В одном грамме такого золота находится 58% золота и 42% других примесей металлов, таких как медь и серебро, никель и цинка. А здесь мы видим мои любимые украшения. Я обожаю этот бренд. Называется он Помеллато. Это вы видите золото и драгоценные камни. Эта модель называется Нудо. И коллекция Нудо была создана в 2001 году с изысканными яркими натуральными камнями и бриллиантами. Поэтому я ее просто обожаю, так как люблю очень полудрагоценные камни. Этот бренд был основан в Милане 57 лет назад Пино Роболини наследником семьи ювелиров, который хотел оживить консервативный ювелирный мир, но запустив свой креативный, яркий и красочный бренд. Украшения Помеллато производят вручную исключительно высококвалифицированными ювелирами в Центральной ювелирной мастерской компании в Милане, где работает более 100 ювелиров. С 2013 года Помеллато является частью международной группы компаний класса Luxe Caring, управляющей развитием рядом известных домов моды, таких как Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga. Имеет также бутики в более чем 120 странах мира. Браслеты вот эти из желтого золота стоят от 10 тысяч евро до 20 тысяч евро. Ну, а кольца, которые нравятся мне, модель Nudo, стоила 2650 евро, а модель Nudo с бриллиантами 4000 евро. Поэтому я, конечно, обожаю просто эти украшения, но они, конечно, дороговаты. Можно, конечно, купить одну пару серег и одно кольцо всего лишь. Но я считаю, что лучше купить одно очень дорогое красивое украшение, чем 10 каких-нибудь обычных заурядных. Один грамм золота на сегодня в Италии стоит 67 евро 86 центов. Ну, а здесь мы уже подошли к Пандоре, которая была основана в 1982 году в Дании, в городе Копенгаген датским ювелиром. Компания имеет две свои фабрики по производству украшений в Таиланде, открытых в 1989 году, и украшения изготавливаются из золота 585 пробы, то есть 14-каратная, что значит 58,5% чистого золота, а все остальное это примеси других металлов. И из стерлингового серебра 925 пробы. И из-за того, что это серебро стерлинговое, то оно имеет такую характеристику, как темнеть. Пандора переводится как всем одаренная или вседающая, также вседарищая. Пандора это персонаж древнегреческой мифологии, то есть первая женщина, созданная по велению Зевса. Ну, это так, немножечко из истории, что такое Пандора. И сейчас я пришла к магазину, в который, в общем-то, сегодня я и ехала, чтобы купить какую-то декорацию для украшения дома к Пасхе. Как раз-таки вы видите, что витрины уже украшены по Пасхальному, хотя видео я снимала в начале марта. Пасха у католиков в этом году достаточно далеко от Православной Пасхи, но здесь уже, видите, витрины украшены. Католическая Пасха в этом году была 31 марта, а Православная Пасха будет только в мае. В принципе, у меня достаточно всего, конечно, к декорации пасхальной, но у меня не хватает подушек. Я как раз увидела, что здесь есть красивые подушки. Я еще, конечно, вам покажу свой пасхальный шопинг в других магазинах, что я еще приобрела, какие другие декорации. Ну, а в сегодняшнем видео хочу вам показать именно вот конкретно этот магазин. Мне очень понравилась вот эта скатерть. Посмотрите, какая она весенняя, какая веселая, вся в кроликах, но скатерть мне не нужна, потому что у меня их несколько. И сейчас мы вошли уже внутрь магазина. Здесь продается очень много ароматных свечей. Вот конкретно это Янки Кандал. Это очень ароматные свечи. Действительно, они очень аромат стоит. Если их сжечь, например, в среднем помещении, то есть не в большом зале, если в большом зале, то, конечно, нужно несколько свечей, но они очень ароматные, очень приятные. Итальянцы очень любят Янки Кандал. Ну и, конечно, покажу ассортимент, что здесь продается в этом магазине. Я его очень люблю, потому что это как своего рода блошинный рынок, но в том смысле, что все это модернное, все это новое, но очень много всего чего. Посмотрите, сколько подушек. Конечно, мне нравится, как здесь все заставлено. Конечно, у них маленькое помещение, но все так красиво заставлено на креслах. Ну вот такие вот декоративные наволочки к Пасхе. И я себе здесь в общем-то присматриваю, хочу выбрать 3-4 новые подушки. Ну вот такой вот здесь интересный стиль и под старину, и шебешик, ну разный. Все это, конечно, современное, и я люблю посещать такие магазины, потому что мне нравится что-то новенькое купить. Я всегда меняю интерьер своей гостиной в зависимости от сезона. Но интерьер я не имею в виду, конечно, мебель, а имею в виду украшения, пледы и так далее. Вот посмотрите, какие здесь меня привлекли пасхальные яйца, очень такие интересные. Они есть трех размеров, большой, средний и маленький, который в любом случае больше куриного яйца. Ну вот посмотрите, какая здесь красота. Также в этом магазине это я вам просто показываю отдел все для дома. Есть, конечно, также и одежда в этом магазине, ну и, как вы видели, ароматные свечи. Также аксессуары и обувь. Ну, это, конечно, меньшинство. Больше здесь отдел именно женской одежды. И вот меня очень привлекли такие пасхальные подушки. Вот они мои покупочки, которые я купила в магазине. Все для Пасхи, как вы уже поняли. это у меня будут подушки с мотивом Пасхи. Посмотрите, какая красота. Такие подушки стоят 15 евро. То есть, это уже наполнитель подушки и сама наволочка. Вот такая вот красивая наволочка. Посмотрите, какие тут мотивы. Дальше посмотрим следующую. Вот она с таким вот мотивом. красивый зайка, кролик. Цветы такие розовые, синие, лаванда. Посмотрите, как красиво. Эти все подушки, каждая из них стоила 15 евро. И посмотрим третью подушку. Посмотрите, какая красота. Два зайчика. Очень красиво. Посмотрите. Я считаю, весенняя, очень пасхальная красивая подушка. Вот такая вот красота. Три подушки. И сейчас покажу, что я купила вот в этом мешочке тоже, конечно. Посмотрим, что кожа у меня здесь, а здесь у меня пасхальные яйца. Итак, вот оно первое яйцо. Посмотрите, какое красивое. Вот такое вот. Я считаю, что оно очень подходит к таким подушкам такого же стиля. Такое яйцо стоит 5 евро. Посмотрите, тут наверное написано авторучкой до 5 евро такое яйцо. То есть, видите, оно больше куриного яйца. Второе яйцо вот с таким мотивом. Одинаковое с обоих сторон. Это тоже 5 евро. Дальше еще одно такое же. там не было большого выбора аппликаций разных рисунков. Поэтому я решила взять два одинаковых из того мотива, который мне больше понравился. Это были вот эти зайчики. мне больше всего понравились. Это более большой по размеру. И здесь вы видите цыплята. Ну вот с обоих сторон одинаковые. Видите, оно побольше. И это яйцо стоило 7 евро. Вот. И по размеру оно больше. Ну вот такие вот яйца и подушки. Это то, что я купила вот в этом магазине. посмотрите. Такая вот красота. Ну, а мы вернулись в средневековый городок Порто-Груару, который был построен на римской дороге и впервые упоминается в исторических документах 21 марта 1888 года. То есть 1136 лет назад. Представьте, насколько это старинный городок. Ну, а из-за того, что мы находимся в провинции Венеции, то здание этого средневекового городка, конечно, очень похоже на венецианский палаццо, построенный в этом же стиле. Здесь опять мы видим витрину, украшенную пасхально, хотя подушки и в общем-то скатерть морского стиля. Вот так вот интересно. Да, такие вот витрины. А здесь мы выходим уже на главную площадь Портогруару. Вы видите колокольню Домской церкви. Такой вот памятник. И слева это ратуша Кумуне де Портогруару, которая построена в готическом старинном стиле в 1265 году, то есть 759 лет назад. Ну а также я вам показываю утро, пасмурное утро в Портогруару. Как вы видите, у нас погода этой весной очень странная. У нас в марте было уже и плюс 20 градусов вообще совершенно летние дни и вот такие вот пасмурные дни. Вот моя собачка, которая всегда вечно гуляет по полям. Она у нас живет на террасе. У нее видите такой домик там. Сверху кошки вход с этой стороны. Она сюда прыгает. Вот вход. А собачка в этой стороне вход. А когда совсем холодно, то этот домик мы убираем в гараж. Ну в общем такая вот у меня терраса. И сейчас я буду все готовить уже к Пасхе. Мне предстоит пасхальный шопинг. И вот я буду также здесь украшать террасу. И сейчас вам покажу, что мне подарили на 8 марта. Мой примулу и моя дочь тоже. А это остались тыковки декоративные. Это мои тыквы, которые у меня растут в саду каждый год. В этом году их было очень много. меня здесь была целая громадная тарелка. Они были всякие маленькие. Видите, это уже все портится. Разные совершенно. Посмотрите. Осенью не успела вам снять, показать, но у меня очень много было декоративных тыков, которые я подарила своей свекрови, соседке. И вот в этом году я опять семена буду сеять в почву и посмотрим, что вырастет в следующем году. И хотела с вами поделиться красивым таким розово-сиреневым закатом сегодня 8 марта и показать в своем саду, как у меня цветут фруктовые деревья. Мой самый любимый сезон года это весна, потому что натура просыпается, хочется жить в таком предвкушении лета. И вот такая вот слива красивая красная растет на этом дереве, то есть это дерево красной сливы. В прошлом году урожай был очень низкий, поэтому я надеюсь, что в этом году он будет таким богатым. Я пекла также пироги из этой сливы. Ну, а сейчас мы едем в ресторан праздновать в общем-то 8 марта вместе с моим мужем и моей дочерью, которой 10 лет. У меня также есть сын, которому 26 лет, но он живет в другом городе, потому что последний год учится в университете, поэтому у нас в этом году будет большая радость также выпускной. Вот по этой причине мы приехали только втроем отмечать 8 марта. Приехали мы в это место не просто так, мы здесь на самом деле по делам, по той причине, что у нас предстоит большой праздник в скором времени, и мы приехали обсудить меню. И заодно в общем-то отметить 8 марта и показать обзор вот этого ресторанчика. Мы здесь не впервые, посмотрите, какой здесь красивый петух, очень красивый из кованого железа. Это древнейшая эмблема вестника рассвета, пробуждения, бдительности. Ну, в общем-то, петух это символ верности, пунктуальности, света, возрождения, нового начала, ну и противоборства тьме. Поэтому, конечно, петух есть в очень многих странах, также в Риге. В Риге петух есть на шпилях церквей. Вот, и, конечно, его очень хорошо держать, если у вас есть собственный дом, например, где-нибудь в саду. Так что, потому что это такой классный талисман и позитивный символ. Ну, а здесь я вам показываю, конечно, как украшен ресторан уже к Пасхе, несмотря на то, что мы находимся 8 марта сегодня. Видите, посетителей еще нету, мы приехали специально пораньше, чтобы договориться о меню, так как у нас, потом я, конечно, сниму и покажу, что у нас за праздник надвигается, и мы его будем отмечать именно здесь, поэтому, в общем-то, и приехали посмотреть и выбрать меню в Италии. У всех одинаковое меню на праздниках, потому что так принято. Когда вас приглашают, например, на день рождения или на какой-то праздник, и за вас платят деньги, то обычно выбирается уже определенное меню, и вы не можете его выбрать, но только в том случае, если у вас на что-то, например, аллергия. И это, конечно, удобно и для самих хозяев ресторана. А ресторан этот с артской кухни, да, мы здесь отмечали день рождения, юбилей моей свекрови, 70 лет, вы можете его посмотреть, я оставлю ссылку в первом комментарии под этим видео. Были мы здесь как-то на одно Рождество, тоже отмечали, и вот сегодня на 8 марта. 8 марта в Италии не очень отмечают, не так, как в странах бывшего Советского Союза. Да, это международный женский день, но отмечают его только в компаниях с подругами, может быть, ходят на дискотеки, но нету такого, что прям все мужчины поголовно дарят цветы, и что везде все бегают с цветами, такого нету. Принято дарить мимозу, ее дарят, ну, буквально совсем маленькую веточку. А, как я вам уже сказала, это ресторан с артской кухни, этот ресторан ведет семья, очень интересно всю эту хореографию, так скажем, дизайна сделала дочь хозяев, значит, это фриуланский мужчина из региона Фриулевина и Циаджулия, он женился на женщины с острова Сардиния, и, в общем-то, переехал к ней жить, он очень долго лет прожил в Сардинии, там у него родилась дочь, и вот несколько лет назад они снова вернулись в регион Фриулевина и Циаджулия, и решили здесь открыть свой ресторан, ресторан с артской кухни, то есть привезти Сардинию на север Италии, они купили вот этот дом, на втором этаже они живут сами, а на первом этаже они открыли, в общем-то, ресторан, ну и из-за того, что пока что посетителей нету, то я могу спокойно ходить и снимать вам декор, я его снимаю вам, чтобы показать, как украшено к Пасхе, возможно, чтобы вы могли что-то для себя интересного взять для украшения дома, я всегда так делаю сама, беру всякие идеи на заметку, ну вот, мы первые клиенты сегодня вечером, вы знаете, что итальянцы ужинают достаточно поздно, то есть ужин в Италии это с полвосьмого до девяти вечера, ну а мы приехали пораньше, чтобы обговорить меню, ну и вот мы сели первыми, потом, конечно, пришли также другие люди попозже, потому что сейчас 6 часов 20 минут, итальянцы все еще пьют спритс в баре, как аперитив, предвкушение ужина, но, конечно, так рано они не ужинают, так вот, я всегда беру идеи из таких мест, мне очень нравится, посмотрите, это все украсила дочь хозяев, ей очень тоже нравится делать декорации, которые тоже немножко меняются в зависимости от сезона, сейчас у нас пасхальный период надвигается, поэтому, конечно, здесь украшено все к Пасхе, на рождественский период все украшено к Рождеству, ну а летом совсем другая декорация, есть, конечно, что-то, что остается всегда, ну а другие декорации украшаются именно, ну, в зависимости от сезона или праздника, скажем так, видите, как интересно, лантерна, в ней украсили яйца, вот голубь пасхальный, то есть, вот такую идею тоже можно взять себе, например, купить лантерну, в которую вы можете положить, например, там голубя пасхального, да, или яйца пасхальные, посмотрите, какие длинноногие курочки здесь, да, и такая красивая королевская корона, как красиво можно с цветами все это украсить, поэтому, вот, например, такие же идеи я беру, чтобы украсить у себя в доме, или, например, на террасе, ну, и сейчас нам принесли холодную закуску, это нарезка из итальянской ветчины и колбасы, значит, взяли только я и мой муж, и мы поделимся с нашей дочерью, значит, здесь вы видите сырокопченую ветчину, два вида колбасы, и вареную ветчину, итальянскую, в этом случае сардскую, потому что мы находимся в ресторане сардской кухни, итальянская ветчина всегда очень тонко нарезана, как вы видите здесь в тарелке, и вот два вида колбасы, очень все вкусно, также, конечно, итальянские оливы, мы с дочерью заказали ягненка, так что это очень вкусно, я обожаю овечье мясо, это ягненок, моя дочь и я, а мой муж заказал себе трис из четырех видов сардского сыра со специальными подливками, ну, потом я ему отдала, конечно, один кусочек мяса, хотя он совершенно его не хотел, он хотел именно есть сыр, но я его уговорила, дала ему один свой кусочек, съела я все до конца, мне очень нравится вот этот красный салат радиккио, который готовится на гриле, вы видите слева, это салат радиккио тордиво, конечно же, просто эко, мы взяли буквально по пол бокальчика, ну, вот такой вот обзор этого сардского ресторана, у нас был сегодня, и, в общем-то, вот так вот, я, мы отметили 8 марта, 8 марта, вот так вот, вот так вот, мы отметили вот так вот, смотрите, какая интересная идея, например, столика в саду, старые велосипеды, доска сверху, классно, ну, вот так вот, мы отметили 8 марта, и сейчас я вам покажу распаковку пандоры, итак, вот моя распаковочка пандоры, мои приобретения, которые я купила на сезонных распродажах, сейчас, зимой 2024 года, поэтому, все то, что я вам сегодня покажу, я купила со скидкой, от 30 до 70%, итак, с чего же начнем, ну, начнем, наверное, с маленьких коробочек, посмотрим, что есть вот здесь, здесь мы видим вот такую вот подвеску, кто-то, может быть, это назовет кулон, но вообще, это медальон из одной из последних коллекций, которая называется Пандора Ни, сейчас я вам ее покажу, как это все выглядит, вот такой вот кулончик, посмотрите, так, давайте я его здесь покажу вам на коже, вот такой вот кулон, значит, это позолоченный, это серебро позолото, и здесь вы видите солнце, очень красиво, потому что есть стразы, ну, и, в общем-то, солнце, также оранжевая эмаль, видите, как это красиво здесь выглядит, вот такой вот кулончик, мне он очень понравился, на него было 50% скидка, поэтому, в общем-то, я его и взяла, вот такой вот красивый кулончик, ну, в принципе, я его взяла, чтобы быть более солнечной, чтобы было всегда хорошее настроение, конечно, это мне напоминает лето, и вообще, это солнце мне очень понравилось, у меня кулончика солнца нету, как вы понимаете, это шарм Пандора, коллекция Ми, которую, в общем-то, видите, у нее маленькая совсем петля, потому что это сделано не для цепочки, как кулон, а для браслета, для браслета коллекции Ми, сейчас здесь вам высветится, что это за браслеты, и вот на эти браслеты нанизываются вот такие вот шармы, такие вот медальончики, но я его купила, чтобы носить, как кулон, сейчас я вам покажу, как я думаю его носить, и сейчас давайте откроем большую коробочку, сейчас я вам покажу, что здесь, а здесь находятся два продукта, цепочка, которую я купила специально для этого кулончика, и вот такой вот соединитель, это тоже из коллекции Пандора Ми, видите, это соединитель, это все из новой коллекции, сейчас открою, и вам станет ясно, вот такая вот, видите, какие у нее звенья, звенья, то есть это звенья Пандора Ми, цепочка достаточно короткая, как вы видите, и этот кулончик сюда одеть невозможно, потому что маленькое отверстие, и поэтому я купила вот этот вот соединитель, и сейчас покажу, как я думаю соединить, это все из коллекции Пандора Ми, видите, есть разные соединители, они открываются, чтобы на звенья в браслете, которые не открываются, можно было, видите, вот, чтобы можно было надеть, что угодно любой шарм, значит, вот я таким образом сделаю, значит, это уже цепочка закрыта, я нашла вот здесь побольше, вот, звено получается, значит, возьму сразу, надену, сюда сам шарм, вот, что у меня получилось, и сейчас этот шарм, я одену вот сюда, ну вот, вот такая вот у меня получилась, цепочка с кулончиком, мне очень нравится, очень по-летнему, особенно если будет загар, очень красиво, я на вот этот линк, на этот соединитель, одела кулончик, видите, он сюда залез, вот он, сюда я смогла его надеть, и вот такая вот цепочка, сейчас у нас такие цепочки в моде, с такими звеньями, удлиненными, как вы видели, также в ювелирном магазине, были браслеты, и цепочки из таких вот удлиненных звеньев, мне очень-очень нравится, вот так вот это выглядит, при включенном свете, так вот, и это, так скажем, первое, что я купила, вот три таких продукта, и у меня получилась вот такая вот цепочка, значит, цепочка была почти 70% скидка, мне кажется 60 или 65, не помню, 40% медальон, и 60% соединитель, вот таких вот три продукта, так, следующее, наверное, открою, что у меня здесь, а здесь у меня тоже кулончик, это позолоченное из желтого золота, это позолоченное из розового золота, ну, так скажем, как вот в советском золоте было розовое золото, итак, это тоже из коллекции Пандора МИ, видите, только это такой золотой, это четыре элемента, то есть, здесь мы видим вода, земля, огонь и воздух, мне это очень актуально, здесь уже, видите, отверстие побольше, поэтому это запросто можно надеть на цепочку, как кулончик, и я это купила, естественно, чтобы носить как кулончик, видите, тут есть четыре элемента, вода, огонь, воздух и земля, это мне тоже очень актуально, потому что я в своей жизни ищу равновесие, как вы видите, вот это такая завитушка, это надо понимать, что это вода, ну, типа волна, и прямо в самом центре завитушки есть страз, здесь вот в самом центре, дальше рядом, вот здесь, это огонь тоже со стразом, пирамида, треугольник, вы видите, это земля, и вот здесь такой, как полумесяц, это воздух, ну, вот такой вот, тоже он, конечно, был со скидкой или 70, или 65%, то есть тоже очень большая скидка, и носить я его буду как кулончик, видите, сейчас больше видно завитушка, волна, видите, что там есть страз, здесь вы видите, это огонь, и воздух, и земля, следующий, откроем вот эту вот коробочку, и здесь у нас целых три продукта, как вы видите, значит, как вы уже увидели, у меня здесь нету пандоры серебра, серебряного цвета, у меня вся пандора позолоченная, розовая позолота, и здесь будет тоже три продукта розовой пандоры, и желтого цвета золото пандора, ну, давайте откроем первый артикл, вот этот вот, значит, здесь у нас такой квадрат, ромб, вот он мне очень понравился, видите, это тоже розовое позолото, из розового золота, вот такой вот, классный, мне он очень понравился, на него тоже была большая скидка, 60%, мне кажется, он был очень дорогой, он стоил 90 евро, полная цена, или 99, ну, почти 100 евро, только вот он один, полная цена, очень-очень дорогой шарм, дальше здесь вы видите божья коровка, шарм, его тоже можно, посмотрите, и на браслет, и как кулончик, и даже как серьги, потому что в пандоре сейчас есть такие серьги, кольца, и на них можно нанизывать вот такие всякие разные шармы, мне очень понравилось, потому что такой пастельно-розовый цвет, и здесь посередине тоже идут такие как стразы, очень красивая, маленькая, мне она очень-очень понравилась, посмотрите, очень красивая божья коровка, это второй, на него тоже было 50% скидка, и третий артикул в этой коробочке, сейчас посмотрим, что тут есть, посмотрите, какая красота, значит, это сердечко с двумя перышками, одно перо золотого цвета, другое серебряного, вот такое вот сердечко, мне оно очень тоже понравилось, потому что я любитель попугаев, и это мне будет напоминать моих попугайчиков, у меня есть, конечно, шармы, все шармы, какие только были у пандоры попугайчиков, у меня тоже есть, очень-очень красиво, ну, вот такой вот шарм, и так, сейчас я включила свет, чтобы показать немножко более близко, как выглядят эти три шарма, значит, видите, вот этот вообще 99 евро полная цена, конечно, никогда в жизни бы я за такую стоимость его бы не купила, но с 60% скидкой, конечно, да, потом божья коровка, видите, розовая, посерединке здесь тоже идут камешки, то есть стразы, и голова у нее тоже со стразами, очень красиво, и дальше, конечно же, сердце с двумя перышками, потому что я очень люблю попугаев, у меня их 5, и это в любом случае для фортуны, также здесь есть пожелание, как вы видите, написано пожелание на удачу, на фортуну, ну, вот такие вот три шарма в этой коробочке, и давайте сейчас посмотрим, что у меня находится в этой коробке, наверное, я выключу свет, чтобы посмотреть, здесь у меня тоже два продукта, я не знаю, на итальянском языке, я не знаю, есть на русском языке такое слово или нету, а то вы уж меня извините, но я не слежу за всеми новыми словами, какие есть в русском языке, поэтому говорю очень часто слова на итальянский манер, но в любом случае вы понимаете, о чем идет речь, это вот об этих двух продуктах, или на итальянском языке, и давайте посмотрим, что же здесь мне пришло, как вы уже заметили, у меня все позолоченное, все серебро позолоченное в Пандоре, потому что у меня очень большая коллекция Пандоры, и на самом деле мне уже поднадоела Пандора серебряного цвета из серебра, мне теперь больше нравится, я хочу себе сделать коллекцию из позолоты, то есть желтого золота, либо розового золота, и давайте посмотрим первый продукт, это своего рода такой кулон, который тоже можно собирать, то есть на него тоже можно нанизывать разные бусины, вот такой вот, он у меня есть и серебряного цвета, у меня есть также такой же в форме сердца, мне дарила моя свекровь, то есть здесь вы нажимаете на вот это сердечко, раз, надо нажать, и он открывается, соответственно, например, сюда можно одеть, видите, разные шармы, которые у вас есть, например, вот этот, и одеть на цепочку и повесить, то есть вы можете здесь собирать кулон, какой хотите, вы можете полностью этот кулон собрать из разных бусин, из разных шармов, либо вы можете просто повесить один какой-либо, на него тоже была очень хорошая скидка, поэтому я его, в общем-то, и взяла, вот такой вот. Следующее я не могла не взять, это был последний шарм, который я купила в этом году на распродажах, я его купила онлайн, и это, может быть, здесь не очень хорошо видно, но это голова тигра, тигра в короне, видите, ну, у меня, конечно, камера на телефоне, наверное, не так хорошо не берет, но это тигр, у него глаза стразы 2, я тигр по гороскопу, я родилась в год тигра, поэтому я не могла его не взять, он мне очень-очень понравился, и на него было вообще 70% скидка, ну, вот смотрите, они оба позолочены, и посмотрите, какой можно сделать кулончик, ну, в общем, здесь можно, знаете, собрать, как вам больше нравится, я очень довольна, так что второй, у меня вот такой вот красивый тигр, вот такой вот, посмотрите, какая красота, теперь, может быть, видно больше, что это мордочка тигра, видите, корона, глазки, мордочка, и с обратной стороны, 70% скидка, не могла не купить, вот при дневном свете, может быть, видно лучше, и с задней стороны, тоже, видите, хвостик, и есть полоски, как у тигров, итак, следующее, наверное, я открою, наверное, вот эту коробочку, я оставлю самую последнюю, и сейчас я открою, вот эти три упаковочки, итак, давайте откроем, первую коробочку, что здесь есть, потому что сейчас в Пандоре, то есть, раньше были вот эти, у меня очень много упаковок Пандоры, но сейчас в последний год Пандора у нас, во всяком случае, в Италии, вот в таких вот коробочках, то есть, если вы заказываете онлайн, то вам, даже если вы заказали 4-5 каких-нибудь шармов или сережек, цепочку, браслет, то вам все пришлют, практически в одной, максимум в двух вот в таких коробочках, а в магазине очень часто даже вот в таких вот, только в том случае, если вы должны сделать подарок, то, конечно, тогда вам не дадут в такой, а скорее всего, что вот в такой вот, либо за определенную цену с добавкой, тогда вы можете заказать коробку красивую, именно для подарка, но давайте откроем вот эту вот, здесь, естественно, одна штучка будет, это шарм для Пандора Ми, то есть, там есть такие браслеты, которые, в общем-то, на удлиненные звенья, сейчас здесь я вам покажу, что это за браслет Ми Пандора, коллекция Ми, там такие удлиненные звенья, на которые, в общем-то, и одеваются вот этот шарм, вот этот, который я купила, но буду носить как кулончик 4 элемента, и вот этот вот солнце, да, также, конечно, вот это тоже коллекция Пандора Ми, видите, здесь тоже звенья удлиненные, сейчас вообще в Италии даже золото, как я вам показала, очень в моде вот эти вот удлиненные звенья, и цепочки, и браслеты, даже из золота сейчас покупают вот эти в моде, ну вот, а я купила вот этот красивый голубой глаз, это тоже символ протекции, защиты от сглаза также, но мне просто понравилось, ну, такой дизайн вот этого глаза, он такой достаточно яркий, покажу вам поближе, да, летом очень красиво, с загаром, сейчас включу свет, вот, покажу вам, как при свете, это все выглядит, посмотрите, то есть здесь голубые стразы внизу, а здесь такие большие крупные стразы, что хорошо, это то, что здесь, видите, как сделано, можно поднять, и одеть на любую цепочку, или на любой браслет, я это буду носить как кулончик, навряд ли я это буду носить на браслете, мне очень-очень понравилось, у меня тоже глаза синие, поэтому будет падать цвет глаз, скажем так, ну, вот такой вот кулончик, итак, что здесь у меня в следующей упаковке, вот, а здесь у меня есть тоже божья коровка, точно такая же, как и вот эта, посмотрите, у меня их две, почему две, ну, во-первых, моей дочери 10 лет, и она, конечно, может что угодно у меня взять и носить, вот, ну, а во-вторых, потому что можно также надеть на двое, сережек, потому что есть также коллекция Пандора Ми серьги, на которые можно одевать любой шарм, здесь я вам покажу, какие у них есть в этой коллекции Пандора Ми серьги, кольца, на которые можно одеть одну серьгу, например, с таким шармом, а другую с таким, а можно одинаковые сережки, ну, и, конечно, одну я сразу отдам своей дочери, чтобы у нас были одинаковые кулончики, или одинаковые шармы на браслетах, такая красота, мне они очень понравились, еще из-за того, что на них было 60% скидка, и получается, что я два купила меньше, чем цена одного, сейчас я их тут в коробочку положу, и сейчас посмотрим последнюю, последнюю вот эту упаковочку, и потом посмотрим, что же в последней, так, посмотрим, что у нас тут есть, так, а здесь тоже вот такой вот шарм, значит, это знак инь-янь, это то, что мне, что я в жизни очень ищу, это эквилибрио, то есть гармонию, потому что, в принципе, я живу по принципу белое-черное, и с этим жить очень сложно, это очень неправильно и глупо, когда либо все черное, либо все белое, и нужно искать во всем гармонию, поэтому я и взяла вот этот вот 4 элемента, это тоже относится к гармонии, здесь у нас воздух, вода, земля и огонь, а здесь просто знак инь-янь, и для меня эти оба кулончика, обе эти подвески, очень актуальны, чтобы всегда помнить, что во всем должна быть гармония, гармония, сейчас я выключу свет, покажу, здесь тоже видите стразы, такие сиреневого цвета, сейчас я вам покажу без света, как это выглядит, и вот как это выглядит без света, но у нас, я уже говорю, темно в комнате, поэтому видно плохо, итак, посмотрим, что же у меня в последней коробочке, так, сейчас я все сюда переложу, чтобы не было слишком много всего чего, вот такая вот у меня мега покупка Пандоры, потому что я в этом году ничего из одежды, в принципе, не купила, я купила Пандору на распродажах, и, как я вам показала, распаковку люксовой косметики, итак, посмотрим, что же здесь, здесь, а здесь, как вы уже поняли, что-то большое, то есть, здесь браслет, и этот браслет, на него тоже была супер скидка, вот такой вот красивый браслет, посмотрите, класс, и я могу, у меня уже есть шармы золотого цвета, ну, например, если я из этих шармов, которые у меня здесь, возьмем тигра, вот он красавец, то есть, я уже запросто могу одеть тигра, у меня есть также другие шармы золотого цвета, из других коллекций, он одевается вот таким образом, вот сюда в отверстие, и все, и вот такой вот получается браслет, то есть, он вас выскользнуть не может, очень красивый, я считаю, потому что серебряных у меня, наверное, браслетов 5-6, 3 из которых полностью полные, и вот сейчас я очень часто ношу вот этот, и теперь у меня будет еще вот такой золотой, здесь, конечно, надо норовиться, уметь его открывать, здесь тоже написано Пандора, ну, вот такой вот, в принципе, браслетик, сейчас его одевать, в общем-то, не буду, ну, вот такая вот красота, вот такой вот, вот такие вот у меня красивые покупки, мега распаковки Пандоры, такая вот красота, вот такая вот у меня сегодня получилась распаковочка, столько всего из Пандоры, может быть, я сделаю в следующих каких-нибудь видео, покажу вам всю свою коллекцию Пандоры, она очень-очень у меня достаточно такая большая, в Италии Пандора в моде, до сих пор и очень в моде, итальянки предпочитают покупать Пандору золоту, и, в общем-то, эти украшения очень у нас актуальны, я знаю, что, например, в России это уже не очень актуально, но в Италии итальянки продолжают покупать Пандору, Пандоре уже больше 20 лет, и все эти годы она продолжает оставаться, так скажем, актуальной и модной, вот такая вот у меня получилась распаковочка Пандоры, такие вот у меня приобретения, как вы видите, из серебра только два этих кулончика, два этих шарма из коллекции Пандора Ми, все остальное у меня позолоченное, потому что серебряной Пандоры у меня уже полно, и мне хотелось именно позолоченной, потому что она также очень красиво смотрится на загаре, намного более так, скажем, элегантно. Напишите, нравится ли вам Пандор, продолжаете ли вы тоже покупать Пандору, но я думаю, что если меня смотрят девочки из Италии, которые живут в Италии, то, скорее всего, что они, конечно же, продолжают покупать. Но напишите, в ваших странах в моде ли еще Пандора, потому что я знаю, что есть страны русскоговорящие, где Пандора уже не актуальна и не модна, ну а в Италии уже 20 лет, она все еще в тренде, итальянки продолжают покупать Пандору, и часто ее предпочитают, например, с золотым украшением. В моей итальянской свекрови очень много Пандоры, и особенно у моей заловки, у сестры моего мужа, у нее прям вообще, я не знаю, больше всего, наверное, Пандора, у нее полный колье, потому что, знаете, вот из этого, как браслет, да, из такой же цепочки, так скажем, если можно назвать, да, есть также колье вокруг шеи, ну вот такая же цепочка, точно такая же, да, и на нее можно нанизывать, вы представляете, это же целая цепочка, так вот у моей заловки, у нее такая цепочка, вся забита шармами, и, конечно же, браслеты, которые тоже забиты шармами, то есть у нее действительно очень много, конечно, у меня тоже есть несколько браслетов, есть кольца, вот сережки Пандоры я не люблю, потому что один раз я купила, они стали черными буквально сразу, по этой причине Пандора, я люблю только браслеты, кулоны и кольца, вот, но не серьги, вот посмотрим эта цепочка, как будет носиться, потому что мне свекровь тоже дарила два раза цепочки, правда, не позолоченные, с кулончиками, с ними пока что ничего не случилось, ну вот посмотрим вот с этой, поэтому напишите, носите ли вы тоже Пандору, как вы ее чистите, нравится ли она вам, и актуальна ли она, то есть в моде ли она, в вашей стране, ну вот я сейчас выключила свет, посмотрите, правда, берите во внимание то, что у нас, конечно, очень темно, ну вот так вот эта вся красота выглядит при, так скажем, вот он, при дневном вечернем свете. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, и до следующих встреч, пока-пока.